Привет, дорогим моим и любимым зрителям! Прежде всего я хочу обратиться к мамочкам, которые не знают, какие подарочки можно купить своим деткам. Почему я хочу снять это видео? И мне кажется, это будет очень здорово, если я покажу некоторые подарки, которые подарили мы нашему ребёнку, потому что я тоже выбирала это по отзывам других мамочек, которые оставили комментарии в одном из интернет-магазинов. Если вы такие книжки не найдёте, естественно, я с вами поделюсь там, где я заказывала. Но дело в том, что я ничего не распространяю, я не занимаюсь сетевым маркетингом, я ничего не могу рекламировать, потому что мне это просто не нужно. Поэтому я сегодня просто покажу вам книги и авторов для талантливых, умных ребятишек, которые склонны к творчеству и не знают, с чего начать. Ну вот смотрите, вот такая вот книга моих стихов «Самоучитель юного поэта». Это замечательная книга, автор книги Маша Лукашкина, детский поэт, прозаик и переводчик. Составитель первого на русском языке поэтического сборника Стивенсона «Детский сад стихов» и другие стихотворения. Перевела на русский язык стихи Кристины Рассетти, сказки доктора Сьюза, а также юношеские стихи Джека Лондона. Пишет повести и рассказы для детей, а также пьесы для детского театра. Это замечательная книга моего любимого издательства «МАН» Иванов и Фербер, которая просто-напросто замечательна для наших юных талантливых поэтов. Потому что здесь, здесь вот у нас, смотрите, есть советы. Здесь у нас есть, вот начинается сразу мастерская поэта. Смотрите, здесь у нас есть задание, которое мы уже начали делать. Есть вопросы. Посмотрите, здесь вот мы найдем ямпы, хоры. Очень доступно для деток. Все это, посмотрите, все это можно посмотреть. Игры. Как поставить все в рифму. Даже советы вот такие вот интересные. И самое главное для меня – это задания. Посмотрите, задания, а они здесь вот с пустыми местами. Книга стоит 500 рублей или чуть больше. Но тем не менее, я считаю, что если вы сами не можете нарисовать ребенку, дать задание, начертить 500 рублей, это не так уж и мало. Но тем не менее, это доступно. То есть, здесь вот есть такие вот тетрадные страницы, в которых нужно вписывать какие-то задания. Самих страничек 95. Ну, вот стоит она 500 с чем-то рублей. Но я считаю, что эта книга хорошая и стоящая. Также есть некоторые книги, которые вызывали споры у мам, стоит ли за 500-600 рублей, даже в некоторых местах 700 рублей. Покупать такие книги, ну, я считаю, что стоит. Вот такой ежедневник для творческого людей «Одна страница в день». Адам Курц. Что пишется? Это тоже Ман Иванов и Фербер. «Каждый день – это шанс создать что-то новое для себя. Отложите телефон и возьмите карандаш. Предоставьте себе пространство для творчества. Эта книга поможет вам в этом. Заполняйте по одной странице в день, и вы удивитесь, сколько идей и проектов вы сможете придумать. Каждая из этих 365 страниц книги будет призывать вас вспоминать, писать, перечислять, размышлять и действовать. Но смотрите, вот какая интересная штука, какая интересная книга. Смотрите. Я смотрю, ребенок у меня уже начал делать, уже начал заполнять. То есть смотрите, допустим, нарисуйте себе кубок. Нарисуйте себе там что-то еще. Смотрите, это страничка для пускания по ветру. То есть сложите, да, пустите по ветру. «Привет, как дела?» Тоже что-то, что-то, что-то. Одна страничка в день. Можно по порядку, можно не по порядку. Поэтому я считаю, что вот лично для меня это недорого. 500-600 рублей за такую книгу, потому что сама я, сама я не придумаю столько заданий. То есть если даже я придумаю, мне нужно для этого что-то делать. А здесь мне не нужно, мне нужно подарить книгу. И творческий ребенок сам найдет себе, что делать. Например, напиши человеку, с которым ты познакомился вчера вечером. Опиши что-нибудь, что ты видел сегодня на земле. Вот очень интересные задания. Также мы взяли 642 идей, о чем написать для начинающего писателя. Для меня это тоже классная книга. Вы знаете, я сама даже себе бы такую приобрела. В твоих руках удивительный блокнот для развития фантазии и тренировки писательского мастерства. Ты найдешь здесь 642 идей веселых, смешных, грустных, фантастических и даже немного странных историй. Какое продолжение ты придумаешь? Как разовьешь сюжет, включая фантазию на 100% и пиши все, что приходит в голову. Ты удивишься, какие интересные рассказы у тебя получатся. Вот классно просто. Издательство Манн, Иванов и Фербер. И здесь, вот смотрите. Допустим, вот читаем любое задание. Ты идешь по пустынной улице и вдруг проваливаешься в мир хозяина Тодда, где жители варят в рифму и ненавидят лестницы. Как ты выберешься на поверхность? Какое задание, а? Солая королева заперла тебя в подземелье. У тебя есть только жевательная резинка, рогатка и фея по имени Примула. Как ты выберешься из темницы? Давайте дальше прочитаем. Ты собираешь в лесу грибы и находишь три яйца динозавра. Ну, посмотрите, как интересно. Опиши попытку вспомнить твой сон. Для ребенка вот такого вполне достаточно будет места. А для взрослых это тоже. Смотрите, есть на страничку, есть на полстранички. Это вполне доступно ребенку. Я считаю, что даже тому ребенку, который только начал писать, это доступно. Ты знаешь, что если поблагодарить за подарок или услугу, то в будущем тебе с большей вероятностью помогут снова. Напиши благодарственное письмо любому человеку, который сделал для тебя что-то хорошее. Мало того, это письмо можно просто-напросто еще и послать этому человеку. В общем, великолепные книги. Я считаю, что они, кстати, офсетные. Здесь довольно-таки много листов. Я не знаю, есть ли, если... Нет, нумерации тут нету. Но здесь есть все. Здесь, наверное, около 250 страничек. И здесь есть 642 идеи для того, чтобы нам написать. Поэтому для любого блогера это идеальный подарок. Для моих студентов, которые до сих пор не знают, что такое эссе и как его писать, вот эта книга, она просто необходима. Я считаю, что, знаете, это замечательно. Это вот... Это счастье, что сейчас есть такие, вот такие вот идеи, такие вот замечательные, подарочные, даже в твердом, великолепном переплете книги для того, чтобы подарить ребенку, студенту, для того, чтобы приобрести себе. Поэтому творите. Не забывайте о том, что только начав что-то делать, можно понять, получается у тебя или не получается, есть ли склонность к тому или иному виду деятельности. На этом, мои дорогие, я со всеми вами прощаюсь. Я желаю вам счастья, здоровья. Я желаю вам творческой жуки, которая так поможет и пригодится в дальнейшей вашей жизни. Я на этом с вами прощаюсь. Всем пока. Так, пока. А где кнопочка? Я уже и забыла. Забыла где кнопочка? Я что-то не договорила, но я думаю, что договорю обязательно в следующих своих видео. Поэтому всем пока.